Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить парламент Европейского Союза за поддержку общественных и политических активистов Беларуси и тех, кто попадал в последние годы под колесо репрессий. И резолюции парламента Европейского Союза по ситуации с правами человека, где также вспоминалось и мое имя, является очень важной для белорусского общества и для ограничения тех репрессий, которые происходят в Беларуси. Поэтому еще раз большое спасибо. И хочу также вспомнить, что последний раз и первый я выступал в Европарламенте в июле 2011 года. И буквально через две недели я уже ощутился в тюрьме. Надеюсь, что это выступление как бы не повторит предварительный сценарий. Выступление, кстати, было посвящено ситуации после выборов 2010 года, которое было очень критическое. Я напомню, что в то время почти 50 человек сидело в тюрьме за участие в выборах 2010 года. Среди них было несколько кандидатов в президенты. И те резолюции, та достаточно жестокая оппозиция, жесткая оппозиция Европейского Союза по отношению к тому, что происходило в Беларуси, принятие пакета санкций, в первую очередь политических санкций по отношению к тем, кто массово нарушал права человека в Беларуси, они сыграли свою роль, потому что буквально в августе 2011 года около 40 человек были амнистированы и отпущены на свободу. Поэтому я считаю, что тот пакет санкций, который был принят в 2011 году, он остается актуальным до тех пор, пока в Беларуси находятся политические заключенные. Сейчас еще в тюрьме находится один из кандидатов в президенты, который участвовал в кампании выборов 2010 года. В ноябре этого года у нас очередная избирательная кампания, но еще со старыми проблемами белорусские власти не рассчитались. Поэтому нету никакого резона каким-то образом сейчас отменять санкции, пока в Беларуси есть политические заключенные. Ситуация, к сожалению. Вот 10 месяцев, как я уже на свободе, активно езжу по Беларуси и участвую в мониторинге ситуации, как-то выступаю, даю комментарии. И нужно сказать, что за это время, к сожалению, никаких улучшений после моего выпуска на свободу не произошло. Это был вот такой как бы единичный случай, а все остальное остается в таком же плачевном состоянии, в котором оно находилось и раньше. Более того, мы наблюдаем какие-то признаки ухудшения ситуации. Опять же, мы связываем это с предстоящими президентскими выборами, которые произойдут в ноябре этого года. И видно, что белорусские власти боятся утратить контроль над ситуацией, хотя ничто не показывает на то, что это может произойти. В конце прошлого года было ужесточено законодательство о средствах массовой информации. Сейчас власти имеют возможность закрывать независимые сайты без судебного решения. Фактически они переписали этот закон у России. И мы тут видим конкретное влияние восточного соседа Беларуси на то, как нужно контролировать информацию, как они хотят контролировать информацию. И все время проходят административные суды над независимыми журналистами, которые работают без регистрации в белорусских средствах массовой информации, которые вещают из-за рубежа. Практически каждую неделю проходят такие суды или же обыски, забираются компьютеры. И таким образом белорусские власти ограничивают право на распространение информации и ограничивают работу независимых журналистов. Масштаб влияния на общество, нужно сказать, со стороны власти увеличивается. Сейчас введен вот буквально недавно новый налог, новый закон о налоге на неработающих. Это значит, что каждый безработный в Беларуси должен будет платить какую-то сумму за социальные льготы, так сказать, за то, что иными пользуются. Непонятно, как это все будет происходить, потому что в эту часть общества попадают люди, как уволенные с работы, так и какие-то люди, которые находятся в каких-то группах более уязвимых. И, скорее всего, мы это воспринимаем так же, как определенный политический сигнал контроля над обществом, когда власти хотят контролировать все, что происходит в обществе и также заставляя фактически людей работать. Хотя в Конституции это написано как право, право на работу, но тем не менее у нас это будет иметь формы, наверное, скорее всего, принудительного труда. Те, кто помнит ситуацию в Советском Союзе, помнит, что и Нобелевский лауреат Иосиф Бродский когда-то в свое время сидел в тюрьме за то, что не работал, его считали тунеатцем. Ну вот, похоже, ситуация наступает и у нас. Это рессоветизация белорусского общества, она имеет большие формы и практически повторяет то, что было в свое время в Советском Союзе 20 лет и 25 лет назад. Но можно ли такими проблемами избечь экономического кризиса, который накатился на Беларусь? В конце декабря прошлого года обвалился курс белорусского рубля, на 40% была инфляция белорусского рубля и практически каждый белорус обеднел на 40% вот за это время. И экономические проблемы накатываются, они становятся все более и более серьезные. И по сравнению с этой достаточно мрачной картиной того, что происходит в Беларуси, мы видим оптимистическую риторику по отношению к Европейскому Союзу, какие-то раскланивания, обещания, подмиргивания. Идет как бы желание или имитация налаживания контактов. Абсолютно противоречивый, так сказать, вектор по сравнению с тем, что происходит в самой стране. Но очевидно, что Министерству иностранных дел отдан приказ налаживать отношения с Европейским Союзом любой ценой. Во-первых, перед выборами, чтобы как-то смягчить оценку предстоящих выборов. И во-вторых, конечно же, в поисках экономических средств, чтобы избечь экономического краха, потому как та экономическая помощь, которую получала Беларусь от России, ее сейчас мало и недостаточно. И белорусы вынуждены искать новые источники поддержания вот той экономической системы, которую создал Лукашенко за эти 20 год. Но, можно ли, приведет ли такая помощь, приведет ли такая помощь к реформам в Беларуси, или же она пойдет на укрепление режима, вот этот вопрос нас тревожит более всего. И мы считаем, что без участия гражданского общества Беларуси в этом процессе, без контроля над изменениями, которые проходят в Беларуси, деньги будут использованы, конечно же, на укрепление белорусского режима. Нужно также помнить, что укрепляя Лукашенко, фактически укрепляются позиции Путина, потому как они являются ближайшими союзниками и имеют огромное военное сотрудничество, экономическое сотрудничество, также политическое сотрудничество. И все последние союзы, которые строились Россию и Беларусь вместе, это и ЕАЭС, это и союзное государство, это и СНГ, они все направлены на построение какой-то противовеса, скажем так, Европейскому союзу и какой-то схемы, которая могла бы быть противопоставлена Европейскому союзу. Поэтому мы предлагаем в этой ситуации все-таки не верить словам белорусскому режиму, а более доверять его делам и во всех контактах, которые участились в последнее время, поднимать вопросы демократизации и реструктуризации и изменений, глубинных изменений в самой стране, потому как в другом случае эти контакты будут идти только на пользу белорусскому режиму, но никаким образом не изменят структуру в самом белорусском обществе. Конечно же, очень важна поддержка гражданского общества в Беларуси со стороны Европейского союза. Мы эту поддержку ощущаем, мы эту поддержку одобряем и мы рассчитываем на то, что вот укрепление дипломатических контактов и вообще контактов официальных с официальным Менском, она никоим образом не повлияет тому, что ценностные проблемы, проблемы прав человека отойдут на второй или на третий план в отношениях между Беларусью и Европейским союзом. Необычайно важным является вопрос визовый. Мы очень надеемся, что как раз в этом направлении наступят улучшения ситуации, снизятся цены на виз и в перспективе Беларусь окажется в безвизовой зоне, скажем так, как это сейчас происходит с нашими соседями, с Молдовой и с Украиной, которая стоит на границе отмены виз, потому как контакты между людьми к людям, они делают значительно больше даже, чем все наши общественные организации вместе взятые. Спасибо.